Здравствуйте, меня зовут Ольга Дори. Я сегодня очень рада приветствовать лидеров компании Faberlic на втором модуле обучения, как развиваться в Инстаграм. Сегодня мы будем говорить о том, как делать контент. Я очень рада, что вы все погрузились в не побоюсь этого слова, волшебный мир Инстаграма, который сейчас необходим вам всем для того, чтобы расти, развиваться, повышать свои продажи и вовлекать новых людей в этот замечательный, увлекательный мир продукции Faberlic. Еще раз представлюсь, меня зовут Ольга Дори, я блогер, видеоблогер, я ведущая радиомаяк, я сценаристка и я учу людей, как создавать вовлекающий контент. О чем мы сегодня будем говорить? Прежде всего, поговорим с вами о том, что в Инстаграм существует информационный контент, развлекательный контент. Поговорим о видеоконтенте. Видеоконтент сейчас один из самых важных видеоконтентов. В Инстаграм вы можете снимать видео, делать прямые эфиры, Инстаграм ТВ, самый популярный сейчас, наверное, самый быстрорастущий вид контента и, естественно, сториз. Перейдем к делу. Прежде всего, нам нужно с вами будет поговорить о том контенте, который мы будем писать. Писать мы будем продающий контент, информационный контент и развлекательный контент. Поехали! Важно здесь сказать, не нужно вот так много уделять вниманию тому, что же такое развлекательный, что же такое информационный? Создаю ли я тот самый полезный контент? Я хочу сказать, что все эти виды контента перекликаются между собой. Главную мысль, которую вы должны держать в голове. Инстаграм сейчас это практически телевидение. Вот подойдите к телевидению и посмотрите, как создается телевизионная сетка. Что у нас там есть? Развлекательное телевизионное шоу. У нас там есть сериалы, где мы смотрим за тем, как живут люди, что там у них происходит интересного в жизни. У нас есть новости, информационный контент и так далее. То есть ближе всего создание контента похоже на программирование вот телевизионной сетки. Поэтому смотрите вы телевизор или нет, возьмите, в пример, канал домашний и вдохновитесь теми видами контента, которые они создают. Темы контента прежде всего берутся из жизни. Я хочу вам сказать, как сценарист, который создавал сериалы для телевидения, людям интересны больше всего, знаете что? Другие люди. Мы покупаем у людей и тем более вам. Это будет ближе всего, потому что Фаберлик, да, это продукция, которая распространяется от человека к человеку. Поэтому, чтобы заинтересовать своим продуктом, вы знаете, вам прежде всего нужно заинтересовать людей собой, своей жизнью. То, о чем вы думаете, о чем вы мечтаете, что составляет ваши ежедневные заботы. Да, безусловно, скажете вы мне, я не хочу так много говорить о себе, какие-то вещи я не хочу показывать. Конечно, этого делать не нужно. Но часть себя, часть своих ценностей, часть того, какой вы человек, вам все-таки придется показать. И именно за этим будут следить ваши читатели. И вот в эту основу, да, вот в то, что вы говорите о себе, рассказываете о своей жизни, вам нужно вплетать информацию о продукции, да, новинки, как устроена ваша компания, почему в ней замечательно работать, почему новые люди должны приходить, что дает вам бизнес Фаберлик. И это вплетается в рассказ о вашей жизни. И тогда получается интересный блок, за которым люди будут наблюдать. Чтобы понять, интересен ли ваш блок, интересно ли то, что вы пишете. Поставьте себя на место читателя. И просто спросите себя, да, интересно ли мне будет вот это читать и за этим следить. Все, это единственный критерий оценки. Мне иногда спрашивают, как правильно делать, да, как составлять идеальный контент, что идеально писать. Нет ничего идеального, да, всем нам нравятся разные вещи. Но вовлекают нас все равно люди. Особенности характера. И, кстати, сказать важную вещь хочу сказать. Нас привлекают разные люди. Поэтому не старайтесь всем понравиться, не старайтесь быть идеальными, хорошими. Вы такие, как вы есть. И именно такими, вот если вы будете максимально показывать свою уникальность, вы будете интересны и за вами будут следить, за вами будут смотреть. Прежде всего хочу сказать, чтобы вести блок постоянно, чтобы не сбиться с пути, да, не потерять мотивацию, делать это на регулярной основе. А ведь именно регулярность, да, это залог успеха. Сейчас спрашивают, как сделать успешный блок? Я говорю, прежде всего нужно понимать, что это нужно делать. Либо каждый день, либо хотя бы через день. И когда вы будете делать это регулярно, люди привыкнут к вам и начнут за вами следить. А хочу сказать, прежде всего нужно определиться с контент-планом. Я рекомендую взять лист бумаги, большой лист бумаги, просто разлиновать его по дням и придумать каждый день, что вы будете писать. Сейчас мы уже подробнее будем говорить, какие посты вы можете писать, но уже сейчас возьмите лист бумаги, разлинуйтесь. 7 на 4, на 28 дней вы сегодня сможете построить контент-план. Замечательная вещь – купить стикеры разноцветные, просто наклеивать их в эти самые ячейки и иногда переставлять эти стикеры, если вы что-то, например, там решили опубликовать раньше или позже. Сейчас поговорим о развлекательном контенте, да, почему развлекательный? Еще раз хочу сказать, что Инстаграм сейчас – это практически телевидение. Мы, ну, по-хорошему, вот вы сами вспомните, да, как вы следите, почему вы следите за одними блогерами, да, или за другими, потому что вам интересно, да, потому что блогеры впускают вас в свою жизнь, потому что они дают вам какие-то темы для размышления, они вам рассказывают то, что есть в жизни у вас, эти темы начинают перекликаться, вы внутри себя либо соглашаетесь, либо спорите. И как раз вот этот внутренний диалог, да, наш, вспомните себя, да, когда вы листаете ленту, как он у вас происходит? Это то, ради чего мы создаем контент, потому что как только человек начинает с вами мысленно разговаривать, он вас влюбляется, он начинает за вами следить. Так вот, первый вид контента – развлекательный. Развлекательный контент составляет примерно 50% вашего блога, да. Люди приходят за эмоциями, вы им эти эмоции даете. Развлекательный контент. Развлекательный контент прежде всего – это информация о вашей жизни, о вас, о том, что в ней происходит, и вы упаковываете эту свою жизнь в полезные вещи, которые могут пригодиться, соответственно, людям, которые вас читают. Ну, например, источники вдохновения в вашей жизни, да, вот зачем вы следите, чтобы ваша жизнь была интересная. Либо вы напишите какие-то истории юмористические из того, что происходит у вас. Иногда не юмористически, иногда рассказываете какие-то истории своей семьи, да. Особенно вот полезно будет сотрудникам Фаберлик, да, рассказывать, как в вашей семье по материнской линии пользовались косметикой, например. Рассказать какие-то истории, да, как бабушка покупала помаду или учила пользоваться вас пудрой и так далее. То есть вот такие истории человеческие всегда заходят на ура и вызывают максимальное количество комментариев и лайков. В таких случаях вам даже не придется писать вот эту фразу, поставьте, пожалуйста, лайк на этот пост, потому что как только вы расскажете про эту бабушкину пудру, уверяю вас, количество комментариев о том, а вот у меня было так, а моя бабушка по-другому, а мне тетя купила первую помаду, просто поверьте, количество таких комментариев будет огромным. Что здесь еще хорошо делать? Сравнивать продукты, рассказывать про праздники. Одним из самых лучших видов контента всегда является рекомендация по поводу того, что почитать, посмотреть или на какие мероприятия сходить. Могу вам сказать по своему опыту, количество сохранений таких постов просто зашкаливает иногда, но равно количеству лайков. Вы просто напишите три книги, которые юмористические, например, три юмористические книги, которые нужно прочитать в день, когда идет дождь, да, или три фильма о любви и так далее. Все, что интересно женщинам. Мы любим развиваться, и нам нужны рекомендации, как это делать. Хорошо рассказать о трендах, например, в косметике или трендах в одежде. Почему? Потому что такими постами вы развлекаете, но одновременно рассказываете о том, чем вы занимаетесь, да, то есть вы говорите, ну вот мы сейчас обсуждали, когда меня красили, какие существуют тренды на консилеры под глазами, да, это примерно у нас заняло 20 минут с визажисткой. Это было, ну, настолько для меня интересно, и если бы вы, как представители косметической компании, рассказывали вот именно о таких вещах, уверяю вас, это бы заходило на ура, потому что нам всегда интересно все новое, да, мы не все можем знать, не все консилеры, не все румяна, не все хайлайтеры, не все маски, вы можете написать там, ну, не знаю, какие существуют тренды в масках для лица. В общем, здесь количество тем, оно абсолютно не ограничено, и я очень вас прошу стараться связывать любые обзоры и новинки с вашей продукцией, тогда это будет заходить в такой, что называется нативной форме, да, и не выглядеть рекламой. Одна из лучших тем для постов – это как устроена ваша ежедневная жизнь. Вы даже не представляете, как популярно, как я провела сегодняшний день, вот так он устроен. Смотрите, одна из самых главных задач для вас – вовлечь женщин, которые вас читают, в то, как устроен ваш бизнес, почему он настолько привлекателен, и он же настолько привлекательен, потому что вы можете себе позволить свободный рабочий график, да, вы одновременно и работаете, и занимаетесь детьми, и так далее. Так вот, вовлечь свой стиль жизни, да, это очень важно. Пожалуйста, пишите такие посты как можно чаще, нам это всегда интересно, мы всегда любим подглядывать. Это немного похоже на риэлити-шоу. Для вдохновения, кстати, советую вам посмотреть несколько риэлити-шоу и подумать о том, какие темы они поднимают, потому что у риэлити-шоу обычно рейтинг огромный, да, нравятся они нам или нет, но мы любим смотреть за тем, как устроено жить людей. Поэтому напишите пост о том, как был устроен вот ваш сегодняшний день, там, как вы пили кофе, куда вы пошли встретиться с клиенткой в кафе, да, потом пошли в школу за ребенком и так далее. Это необычайно вовлекает. Важная вещь писать также о своей реализации, да, потому что важная вещь вдохновлять, ваша задача вдохновлять людей, которые хотят прийти в бизнес Фаберлик. Пишите как можно больше о том, что вы чувствуете от своей работы, да, вот эти ощущения от общения с клиентами, да, от того, что вы видите, как вы помогаете людям, да, как вы меняете их жизнь. И вообще мой совет, как можно чаще пишите о других людях, потому что это тем людям, которые это читают, да, тем людям, которые это видят, тогда становится понятно, насколько вы интересуетесь жизнью других людей. А мы, если хотим прийти в бизнес Фаберлик, нам очень будет приятно, что нашей жизнью интересуются. И главное, пишите, как изменится наша жизнь, да, если у вас есть возможность, есть разрешение, например, писать, публиковать посты о тех, да, тех людях, которых вы привели в бизнес, да, о том, как поменялась их жизнь. Обязательно делайте это. Это называется пользовательский контент, то есть это то, как вы, как другие люди реагируют на бизнес Фаберлик или на продукцию. Пожалуйста, делайте такой контент. Он очень необходим тем, кто за вами следит, потому что это их мотивирует и вдохновляет на то, чтобы присоединиться к компании. Они всегда полезны и тоже хорошо сохраняются. Это списки с полезными советами и лайфхаками. Здесь я хочу сказать важную вещь. Пишите от себя. Пишите, как вы попробовали эти советы и лайфхаки. Не просто сухо их давайте, да, первое, второе, третье, четвертое, да. Пишите хотя бы, ну, один-два примера, как это было в вашей жизни. Потому что мы не просто хотим информации, которой сейчас в сети очень много. Мы хотим узнать о вашем личном опыте, да, там, использовании, ну, не знаю, нового рецепта, там, да, или о ваших личных впечатлениях, там, поездке или организации турпутевки. То есть всегда думайте о том, что интересно бы и ваше мнение по любому вопросу. Это действительно, могу вам сказать, огромный тренд. Нам не хватает персон влияния. Мы хотим читать людей, которые нам в достаточной степени безапелляционно, то есть прямо, могут сказать свое мнение по любому вопросу. И сейчас тренд избегать вот этого нейтрального такого тона, как будто бы, вы знаете, такой, да-да-да, да-да-да, спокойный. Знаете, сейчас тренд, что это именно ваше мнение. А я так считаю. А я считаю, что, не знаю, не нужно детям ходить на кружки. Ну, казалось бы, провокативная тема, да, но, с другой стороны, это ваше мнение. Если вы его можете отстоять, просто поверьте мне, людей, которые захотят это прочитать, прокомментировать или как-то вступить с вами в дискуссию, значительно больше, чем вы просто будете опять нравоучительно рассказывать, как правильно воспитывать ребенка. Отличные посты, опять же, топ, топ, да. То есть, топ-советов по уходу за волосами, 10 лучших платьев. Здесь то же самое я хочу прокомментировать. Пишите от себя. Начните, например, с истории, да, когда я пошла на выпускной в 93-м году, мам сшила мне платье из обреза, который бабушка еще после войны купила. Что это дает? Это дает ностальгические воспоминания. Я хочу вам сказать важную вещь. Обязательно, хотя бы раз в неделю, раз в месяц, рассказывайте истории, в которых есть ностальгия. Помните, я вам до этого не говорила. Бабушкина помада, мое первое платье на выпускной, да, мое первое свидание и так далее. Ностальгия – это самый мощный способ привлечения читателей и вовлечения, и того, что они будут влюбляться в то, что вы делаете. Дальше хотелось бы, конечно, сказать про рубрику «до» и «после». Особенно это хорошо, когда вы показываете, естественно, косметику, то как она влияет на женщин, которых вы это продаете. Еще хочу здесь сказать, используйте «до» и «после», например, до того, как вы начали заниматься домашним бизнесом и когда вы работали в офисе. Сейчас огромный спрос, огромная тенденция у женщин услышать мотивацию о том, что работать на себя – это действительно меняет жизнь. Пишите об этом обязательно, правда. В офисе все работают с устами, и если вы сможете здесь женщин вдохновлять, да, вот именно свои какие-то фотографии. Я действительно, когда работала в офисе, выглядела очень замученным человеком, и, в принципе, именно поэтому, например, меня часто об этом спрашивают, и я вижу, насколько такие темы популярны и востребованы. Отлично заходят посты, которые я бы назвала вдохновляющие, да. Здесь, как мы уже говорили, это все истории успеха, вашего успеха, причем не обязательно описывать его только с положительной точки зрения. Пишите о всем, что у вас происходит. Вот честно описывайте, каким был путь в вашей компании, да, что сначала что-то получалось, потом что-то не получалось, да, потому что женщины, которые вас читают, они хотят узнать о вашем опыте, прежде чем присоединиться, да, ну, купить продукцию – это одно, а, например, стать членом команды «Фоберлик». Им нужно очень много знать и понимать о том, как устроена ваша ежедневная жизнь и как устроен ваш бизнес, да, как вы пошли вот на это свое первое знакомство с первым клиентом, да, что вы при этом чувствовали, как вы боялись, но потом почувствовали себя уверенно. Вот такие истории преодоления действительно сложных ситуаций вызывают всегда очень большой отклик у людей, потому что нам это необходимо. Что еще может послужить источником вдохновения? Всегда по-прежнему хорошо идут истории других женщин, которые достигли успеха. Особенно если они достигли успеха, например, не в молодом возрасте. Я один раз написала пост об женщине, которая стала актрисой в 53 года. В 53 года она стала настолько популярной, что ее в Америке там в каждом сериале снимали. Я просто не могу вам объяснить, сколько раз этот пост мой перепостили, для скольких людей он послужил источником вдохновения. Просматривайте новости, следите за популярными актрисами, особенно за теми из них, кто много преодолел, да, чтобы добиться успеха. Всегда хорошо идут посты про немолодых актрис, но которые при этом замечательно выглядят, да, и являются для нас источником вдохновения. Но вообще для женщин, конечно, источником вдохновения всегда являются другие женщины, которые многого добились, многого преодолели, но не сбились с пути, которые не искусственные там какие-то, не придумывают о себе ничего, да. И следите за Оскарами, следите за глобусами, следите за новинками киноиндустрии, всегда используйте вот какие-то роли, да, которые новые снились эти актрисы, для того, чтобы опубликовать их фотографии, спросить у своей аудитории, да, правда ли для вас именно эта актриса является источником вдохновения или, например, какие-то другие. Что еще здесь хорошо? Здесь, конечно, хорошо размышлять на какие-то популярные темы в обществе, да. Ну, то есть популярная сейчас тема общества там, как выглядеть, бодипозитив, нужно ли худеть, каким спортом заниматься. В принципе, чтобы знать всегда, что популярно, я рекомендую заходить на какие-то женские ресурсы, да, вы все их знаете. Там есть форумы, и просто смотреть в форумах, какие темы самые обсуждаемые. Самое лучшее источное вдохновение. Я вам клянусь, я захожу, по крайней мере, каждые два дня, и точно так же, кстати, делают на радио. На радио популярные темы берут из топ-форумов, например, ЖЖ. Тоже хорошая мысль. Просто посмотрите, что обсуждается, о чем люди хотят знать, и дайте свой комментарий на эту тему, чтобы не сбиться с пути вот в этом самом развлекательном контенте. Самое простое – это придумать рубрики. Рубрики именно ваши, которые вы сможете вести. Ну, например, макияжные, да, у вас по понедельникам вы все время рассказываете, там, сравниваете новинки макияжа, рассказываете ли о трендах, рассказываете ли, там, истории макияжа и так далее. То есть не все время одни и те же, про одно и то же. Ну, какие-то разные вещи, но рубрика у вас будет макияжная, да. Либо, например, по другой для вас рубрика «Дети», да, юмор про моих детей, что делают там мои близнецы или мои погодки и так далее, что я думаю там про школу, про что угодно. Кстати, хочу вам здесь сказать, что все, что касается воспитания детей про школу, всегда вызывает больше всего реакции резонанса. Часто это не используете, но когда хотите немножечко взбудоражить ваших читателей, обязательно что-нибудь расскажите, что вас не устраивает в современной школе. Вас женщины поддержат и поймут. Следующая рубрика, например, да, «Обзор праздников близлежащих». Да, и тут можно включить продукцию «Фаберлик», там, как косметика, так и одежда. И легкие такие будут посты, где, с одной стороны, вы можете давать какие-то лайфхаки, как организовать праздник, или, например, там, рассказать, куда вы поедете путешествовать и так далее. Та же самая рубрика «Книги, новинки, фильмы, куда пойти». Та же самая рубрика «Вдохновимся» и так далее. То есть, если вы посмотрите презентацию, там тем будет очень много. Ваша задача выбрать, ну вот сколько здесь тем, порядка, например, 10-12. Конечно, не по всем из них вы, в принципе, что-то можете написать. Но когда подумаете, вы точно поймете. Вот дети у меня есть, об этом могу. Про кухню люблю, пишу, по ресторану хожу, рецепты делаю, да. В книгах специальности, в фильмах не очень. И таким образом, вот из этих всех рубрик вы выберете, например, 7-10 постоянных, которые будут именно частью вашего развлекательного контента. Рубрика, которую вы можете использовать для того, чтобы продвигать продукцию «Фаберлик». Это, безусловно, сравнение продуктов, да. Здесь выбирайте продукты, похожие в одной и той же категории. И я вам все-таки рекомендую не в прямую спрашивать, да, что лучше, там, две фотографии и так далее. Используйте это в варианте историй, да. Используйте это, например, как вы пошли куда-то в магазин, вот такие-то вы там джинсы померили, долго ходили и так далее. Придумайте немножечко более такой легкий подход. А потом расскажите, что вот, например, джинсы в каталоге, их приносят, значительно проще, можно померить, никуда не ходить и так далее. То есть ищите различные способы, чтобы не просто, например, сравнивать, да, только сам товар друг с другом, но и способ его покупки. Я могу вам сказать, что для очень многих людей вот эта мысль о том, что не надо тащиться в душный магазин, она сама по себе, ну, для меня, например, невероятно привлекательна. Поэтому здесь немножечко подходите с такой изюминкой, да, придумывайте что-то необычное. Хотя, безусловно, такая рубрика очень сильно вовлекает, потому что, опять же, люди начинают писать, а я вот здесь люблю покупать, а я там люблю покупать. И таким образом, чем больше комментариев, тем выше вовлеченность в ваш блог, тем вас, соответственно, лучше читают. Для того, чтобы вовлекать читателей, нужно проводить конкурсы. Могу вам сказать, что без этого сейчас никуда, да. Попросите, например, ваших читателей рассказать в своих блогах о том, почему они выбирают продукцию Фаберлик, да. Пусть они вас упомянут, обещайте им какой-то за этот подарок. Люди, во-первых, очень любят подарки. Во-вторых, у вас будет контент о вас, но в других блогах. И это тоже, опять же, повышает доверие к вашему блогу и доверие к вам. Поговорим о такой важной рубрике, как юмор. Пусть это даже не будет у вас отдельной рубрикой, но хочу вам сказать, что, конечно, поставьте себя на место ваших читателей. Безусловно, юмористические посты для всех для нас. Это самый такой лакомый контент, и нам всегда хочется такой контент читать. Мой вам совет, как сценариста, записывайте все, что происходит в вашей жизни. Мы абсолютно все забываем, что происходит с детьми, с мужем, с обедом, с походом в ресторан. Вот попытайтесь, например, неделю или две записывать практически каждый час вашей жизни. Что вам это даст? Вам это даст, поверьте мне, контента, ну, месяца на два. Там вы где-то смешно поговорили с таксистом. Тут вы где-то потребовали жалобную книгу в ресторане. Вот как у меня часто бывает, там мне дети начинают говорить, мама, зачем ты все время нас позоришь в этом ресторане и так далее. Я обо всем об этом забываю. И даже забываю об этом писать. Но это, безусловно, происходит. Юмористических ситуаций очень много. И в форме истории, если вы сможете это делать, то, ну, безусловно, ваш блог сразу станет привлекательней. Итак, две недели заведите себе блокнот и просто позаписывайте хотя бы одним предложением, что с вами происходит. Именно так сценаристы на телевидении черпают идею для новых сериалов. Поговорим о такой важной вещи, как марафоны. Ну, например, вы, эксперт в развитии своего дела через продукцию компании Фаберлик, ищите еще других лидеров. Да, вот первое, что приходит в голову, конечно, это объединиться нескольким лидерам и провести марафон. Что это такое? Вы вместе объединяетесь, организовываете аккаунт марафона, и там у вас будут живые эфиры, прямые эфиры, где один, например, расскажет о том, как начать бизнес, другая расскажет о том, как лучше продавать, да, например, техники продаж, да, третий расскажет о том, как лучше выстроить рабочий день и так далее. То есть вы будете говорить на полезной аудитории вещи. И, соответственно, каждый из спикеров в своем блоге пишет об этом марафоне. Таким образом вы обмениваетесь аудиторией, да, потому что участие в марафоне, людям нужно обязательно подписаться на аккаунты всех спикеров. Вы также можете искать какие-то сторонние марафоны, да, есть телеграм-каналы, в которых эти марафоны объявляются. В принципе, когда вы этим займетесь, это сделать несложно. На этих марафонах вы повышаете свою экспертность, да, ну, то есть вы рассказываете, что вы действительно специалист в технологии продаж. И на вас подписываются новые люди, новая аудитория. И также вы можете расширить свой бизнес посредством этих марафонов. Следующий вид контента – это информационный контент. Информационного контента должно быть где-то 40% в вашем блоге. Еще раз хочу сказать, что и развлекательный контент, и информационный перекликаются друг с другом. Какие здесь существуют темы? Самая главная тема – это ваша история. Это история того, как вы пришли к тому, что вы являетесь лидером компании Фаберлик, да. Это то, что мы хотим узнать, потому что, что дает ваша история? Ваша история показывает нам, что мы тоже хотим точно такой же опыт пережить, и такой же успех, и мы знаем, какие у вас были неудачи, как вы с ними справлялись, к чему вы шли и так далее. Ну, представьте себе, что это как смотреть кино о вашей жизни. Все хотят смотреть кино о чужой жизни. Следующий – семья. Мы уже говорили о тех юмористических историях, которые происходят в вашей жизни. Семья – это, наверное, самое желанное, да, что есть у человека, тоже вам как сценарист скажу. Мы все в своей жизни делаем ради семьи. Это либо ради семьи настоящей, да, то есть муж, дети, бабушка, дедушка и так далее. Либо ради семьи, мы действительно это называем семьей нашего коллектива, да. И здесь важно, конечно, рассказывать истории вашего взаимодействия с другими людьми из компании Faberlic, да, с вашими подчиненными, с вашими клиентами и так далее. То есть мы хотим узнать, как вот вы взаимодействуете между собой, потому что именно тогда мы захотим присоединиться к компании. Личный бренд. Что такое личный бренд? Личный бренд – это, безусловно, как я уже сказала, ваша история и ваши ценности, да. Кто вы такой, как человек, да. Почему вы, ну, например, для вас так важно работать именно самостоятельно, самому на себя, да. Мы тогда тоже захотим работать самостоятельно. Почему вы живете именно там, где вы живете, путешествуете именно туда, где путешествуют. То есть вот эти все ценности мы тоже хотим знать, потому что мы покупаем у людей. И нам, поверьте, сейчас очень важно даже вот такие простейшие, казалось бы, покупки, да, как косметика, да, или какая-то одежда, нам все равно очень важно. Мы же будем с вами говорить, взаимодействовать, разговаривать. Поэтому все, что вы любите, все, что вы не любите, все, что составляет ваш мир, ваше мнение по всем вопросам, нам действительно очень интересно. Далее, безусловно, в этой части контента нужно писать о продукции. Обзор новинок, лучший продукт месяца, итоги года сезона, подборка от экспертов, какие именно продукты нужно покупать, на что нужно обращать внимание. Возражение вопроса, да, по любым, по любым вашим, там, я не знаю, товарам всегда есть вопросы, и всегда есть возражения. Не бойтесь писать о возражениях, потому что вот такое вот очень гладкое-гладкое, да, то есть там, ну, как бы, ну, совсем ничего люди не спрашивают, и не надо затирать там сразу комментарии, где люди действительно что-то вот прям реально спрашивают, а как это работает, а как это устроено. А вот мне говорили, что это так и по-другому. Наоборот, используйте это как тема для постов, где вы действительно подробно можете рассказать об этом продукте и убедить человека, почему он, ну, по-настоящему хороший. Сейчас я хочу сказать очень важную вещь. Я знаю, что вы топ-лидеры компании, вы очень давно занимаетесь продукцией Фаберлик. Я еще раз напоминаю вам, мы покупаем у людей. Нам очень интересно узнать, как вы добились успеха. Это самое частое, я не знаю, как писать о себе, я не знаю, буду ли я интересен. Послушайте, уже от того, что вы так многого добились, вы интересны другим людям. Больше всего нам интересен опыт другого человека. Не думайте, что вы пишете о себе, не думайте, что я могу раскрывать, а вдруг это вот как бы как у всех, именно как у всех нам интереснее всего. Не бойтесь быть обычными, потому что вы никогда обычными не будете. Вы все равно уникальны, потому что ваш опыт уникален. То, чего вы добились, то, от чего вы пришли, да, вот вспомните себя в той точке, когда вы начинали, и чего вы добились сейчас. Вот этот ваш путь, он уникальный, такого другого пути нет. И ваша задача делиться этим уникальным путем, ну, честно вам скажу, такие посты нужны в блоге уж точно раз в месяц. У вас будут новые подписчики, вам нужно с ними знакомиться, вам нужно о себе рассказывать. Не ищите ничего необычного, пишите, как было. Поверьте мне, я провела множество тренингов, где я учила именно людей рассказать свою историю. Не бывало такого, чтобы история человека не заинтересовывала других. И ровно в тот момент, когда человек рассказывал свою историю, он и становился по-настоящему другим людям интересен. Я хочу немного сказать про личный бренд. Знаете, какой самый необходимый пост, если вы хотите развивать личный бренд? Это называется «Мои заповеди». Все мои ученики обязательно пишут такой пост, и просто поверьте, он всегда является одним из самых популярных. Подумайте о том, какие заповеди являются для вас самыми главными. Ну, например, семья для меня самая важная, да, поэтому я выбрала работу удаленную, чтобы проводить больше времени со своими детьми и со своим мужем. Или у вас есть заповедь помогать обязательно другим людям развиваться, или у вас есть заповедь, не знаю, там, 10 книжек читать каждый месяц, и вот вы что угодно сделаете, но будете это делать. Вот такой пост, благодаря которому нам станет понятно, на какие ценности вы опираетесь в жизни, он всегда популярный и всегда очень нужный. Семья. Что здесь писать? Как много рассказывает, да, все-таки семья – вещь такая достаточно интимная. Прежде всего спросите у своих близких, честно, хотят они или нет, чтобы вы о них писали. Если, например, мой сын не хочет, чтобы я упоминала его в своем блоге, я этого никогда не делаю. Пожалуйста, первое время показывайте им то, о чем вы пишете. Безусловно, вам нужно их одобрение. Пишите юмористические истории. Пишите, возможно, не столько факты, которые, да, лишь там, как это происходило, где происходило, если это какие-то действительно интимные подробности. Больше пишите о ценностях вашей семьи, да, что, например, о ценностях, о ритуалах, о том, что там принято у вас друг с другом делать такого интересного. И, опять же, здесь интересны истории, да, первое знакомство, первое свидание. Из-за этого мужа спросите, да, готов ли он этой информацией поделиться, потому что тогда бывает, что нет. Я хочу сказать, что, конечно, своей семьей и ее жизнью вы влюбляете в ваших подписчиков. И подумайте, пожалуйста, как вы можете обыграть жизнь вашей семьи так, чтобы примерно, ну, процентов 5-10 о ней в вашем блоге обязательно было. Что такое образ жизни? Ну, например, я путешествую только на машине, да, или я люблю рестораны китайской еды, или моя любимая, моя любимая страна Англия, я проехала каждый город и могу подробно о ней рассказать, да, или, например, по выходным мы с детьми устраиваем экскурсии по Москве, такие, знаете, какие экскурсии мы ищем, например, самый вкусный макарон во всех ресторанах Москвы, да, у вас сразу создается такая картинка в голове о том, как устроена моя жизнь, как, что я люблю, да, какой я человек, я вот такой, ну, достаточно легкий, веселый, и, соответственно, вам проще со мной начать коммуникацию, потому что что мы делаем, когда мы пытаемся войти в контакт с другим человеком? Мы, между прочим, пытаемся поставить его в какую-то ячейку, нам так проще, ну, то есть я такая веселая женщина, которая все время ищет приключений, вы уже, наверное, поняли, и вы меня поставили в такую ячейку, и вам сразу проще со мной выстраивать коммуникацию, потому что что я хочу сказать, важная вещь, ведь люди, которые читают ваш инстаграм, это же не просто какие-то наблюдатели, да, это не просто люди, которые, ну, вот развлекаются, видя вас, им нужно с вами вступить в контакт, правда же? Ну, то есть им нужно купить вашу продукцию, или стать тоже членом, да, участником большой семьи Фаберлик, да, поэтому, чтобы решиться вам написать, вы должны давать им эту возможность, вы должны быть обычным человеком, которого они, ну, как-то внутри себя смогут описать, чтобы примерно понимать, что вам нужно вот действительно написать, чтобы выйти на контакт. Я хочу вам сказать, что социальные сети, безусловно, вы развлекаете, вы вовлекаете, конечно, это люди вот так сидят в телефоне, да, и общаются, но социальные сети – это прежде всего место, где вы с людьми знакомитесь и устанавливаете с ними контакты, которые потом перейдут в контакты оффлайн, что вы с людьми встретитесь лично. Не важно, будет ли это вебинар, да, они придут, подробно вас послушают, или вы устроите какой-то, да, там, бизнес-завтрак, мастер-класс, встречу со стилистом и так далее. И вот эти вот личные контакты с людьми, они самые крепкие, поэтому не забывайте проводить встречи, не забывайте объявлять их в своем инстаграме. Также, конечно, обзоры новинок, да, безусловно, делать нужно, я бы сказала порядка, ну, каждый там, например, 7-8 пост писать о продукции, да, потому что нам важно понимать, чем вы занимаетесь. И когда вы пишете о продукции Faberlic, мы сразу визуально глазами, потому что это прежде всего фотография, визуальный контент, мы все время себе напоминаем, что вы занимаетесь именно Faberlic. Не забываем это делать и делаем это постоянно. Подборка от эксперта, здесь что подарить, что должна покупать женщина, топовые средства омоложения, опять же, это такой экспертный вид контента, где вы рассказываете о продукции Faberlic, ну, делаете это в такой, это называется, нативной форме, да, когда вы, в общем, делаете обзор, информируете, делаете что-то полезное и, тем не менее, не забывайте о том, что вы рекламируете свою продукцию. Мероприятия компании. Хочется чуть-чуть подробнее остановиться. Знаете почему? Смотрите, люди, которые уходят работать в самостоятельное плавание, им, конечно, очень не хватает коллектива. Они, конечно, помнят об этих корпоративах, они помнят о том, что они встречались в конце там рабочего дня, шли куда-то вместе что-то отмечать и так далее. И, безусловно, когда вы показываете мероприятия или компании, либо просто встречу сотрудников, как вы проводите время, это очень сильно вовлекает людей, потому что у них такое есть сразу появляется мысль о том, что перейдя работать вместе с Faberlic, да, у них сохранится вот это ощущение того, что коллектив есть, что с ним можно весело, интересно проводить время и иметь какую-то такую социально насыщенную жизнь. Отличная тема. Итоги года или сезона, да, нам всегда интересны не только итоги компании, да, это итоги ваши, ваши личные, итоги вашей семьи, что вы сделали за этот год, что вы чувствуете по этому поводу, наверное, видели, да, перед Новым годом таких постов очень много в ленте, и тем не менее, сколько бы все ни говорили, зачем так это много писать, это один из самых интересных и популярных видов контента. Про возражения мы уже немного говорили, да, естественно, много вопросов по поводу, нужно ли вступать в сетевой бизнес, если там работает это или не работает, смогут ли люди зарабатывать вместе с вами удаленно, да, действительно, ваша ли компания, да, действительно ли Faberlic нужно выбрать или какую-то другую сетевую компанию. Хочу вам сказать, что все эти вопросы обычно начинают задавать в комментариях или в личных сообщениях. Вот используйте обязательно эти комментарии и личные сообщения для того, чтобы написать целый пост по поводу того, что вы думаете, да, о сетевом бизнесе и о продукции Faberlic. Пишите честно, пишите искренне, пишите, исходя из вашего опыта. Люди любят искренность, любят честность, старайтесь ничего не приукрашивать. Более того, я абсолютно точно знаю, что за каждым из вас стоит очень любопытная история нахождения в сетевом бизнесе и вашего успеха в компании Faberlic. Поэтому обязательно пишите. Закрывайте возражения, подробно рассказывайте, как устроена компания и так далее. И все время через себя. Я не устану это повторять. Пишите от «Я». Я считаю, когда я начал, со мной произошло вот это, потом это, это и так далее. Не надо вот таких вот отвлеченных, что сетевой бизнес всегда и так далее, и тому подобное. Это история о вас. Весь этот блог о вас. Чем больше это будет через ваш голос, тем лучше. Не забываем про лучший продукт месяца. Не забываем о сравнении всяких новинок. Не забываем о том, как можно использовать продукцию компании Faberlic в обычной жизни и так далее. То есть напоминаю, что седьмым или восьмым постом, на мой взгляд, седьмым или восьмым, вы, безусловно, можете делать по-другому, но мне кажется, седьмым или восьмым постом обязательно должно быть что-то, где сфотографирована продукция, да, и написано Faberlic. Тогда мы, вот сразу открывая ваш блог, будем понимать, чем вы занимаетесь. Вы же, безусловно, гордитесь своей работой в компании Faberlic. Поговорим о продающем контенте. Его в вашем блоге около 10%. Это прямые продажи либо продукции компании Faberlic, либо того, что вы приглашаете стать одним из членов команды Faberlic. Безусловно, хорошо идут посты, в которых будет демонстрация продукта, акции и предложения. Не забываем про отзывы. Я хочу вам сказать, что отзывы, это называется пользовательский контент. Так вот, доверие к такому контенту, продающему, на 80% больше, чем просто к тем же самым обзорам или к прямым продажам. И, конечно, приглашение в команду также является частью раздела продажи. Отлично идет демонстрация продукта, да. Мы здесь одновременно продаем и думаем о клиенте, думаем о том человеке, который читает наш блог, потому что мы ему рассказываем об особенностях продукта, о том, как им пользоваться, применять, почему он будет полезен и так далее. Вообще, хочу вам сказать, что писать продающие тексты намного проще. Если вы перестанете думать о самом продукте, да, хотя это немаловажно, и начнете думать о клиенте, вот только о клиенте, о том, почему ему этот продукт нужен, и думать всегда о том, как вы ему помогаете, да, что вы не просто описываете там новую помаду, да, а действительно хотите, чтобы у женщин она не скатывалась на губах. Вам, правда, это очень важно объяснить. Если вы говорите о новой туши, соответственно, то же самое помените о том, что ее очень легко стирать, например, не там, обязательно каким-то специальным средством, вот моя головная боль, тушу не могу оттереть, или, например, вы, наоборот, знаете, чем ее стереть и так далее. Потому что, как только вы перенесете фокус внимания на клиента, на то, что вы, ну, вот решаете, и вы более решаете его задачу, продающие посты пойдут значительно проще. То же самое касается приглашения в команду. Вы же действительно хотите, вспомните весь свой опыт, вспомните о том, как вам помог ваш опыт работы, помог ваш успех в компании Фаберлик. Поэтому, безусловно, вспоминайте о том, что в этом было хорошо, почему вы хотите дать это другим людям, что они почувствуют, что с ними произойдет, когда они придут в Фаберлик. В таком случае писать продающие тексты значительно проще. Хочу вам напомнить, что если вы пишете об акциях или спецпредложениях, и у вас есть активная ссылка, активную ссылку нужно ставить в описании профиля. Если у вас несколько активных ссылок, вы говорили об этом в предыдущем модуле, то нужно использовать Топлинк или похожие сервисы. Не забываем о том, чтобы упоминать, заходите по ссылке, ссылка в описании профиля. Так мы познакомились со всеми видами возможного контента. Контент, который мы пишем, это развлекательный контент, это информационный контент и продающий контент. Теперь возьмите лист бумаги, лучше побольше, формата А3, разлинуйте, да, и используйте, как я вам вначале говорила, поститы. Если так вам неудобно, заведите файл в Excel и там обязательно распределите по дням недели, когда вы будете писать развлекательный пост, когда вы будете писать информационный пост и когда у вас продажа. Хочу вам сказать, мы сейчас переходим к видео, да, в следующей части разговора будет про видеоконтент. Смотрите, я вам очень и очень рекомендую в этом самом контент-плане, после того, как вы разнесете тему, сейчас подумайте о том, что 70% вот из этих самых тем, да, на обложке вашей будет фото, да, 20% у вас будет видео и 10% у вас будет ИГТВ. И видео, и ИГТВ обязательно должны быть в ленте, и их должно быть порядка 30%. Сейчас мы уже перейдем более подробно о том, как снимать, но хочу вам сказать, что темы для съемок и видео, и ИГТВ, они примерно те же самые, да, то есть это то же самое, либо развлекательный, либо информационный контент, либо продающий контент. Поэтому сейчас подумайте о том, какие именно темы постов в своем следующем контент-плане вы можете снять на видео. Итак, видео. Видео в ленте публикуется длиной 1 минута. Вы, в принципе, можете опубликовать несколько видео каруселью, каждый из них будет по 1 минуте. Видео в ленту снимается в вот таком, в горизонтальном формате, да? Не в вертикальном, а в горизонтальном. Значит, видео на 1 минуту. О чем его можно снять? Его можно снять на любую из развлекательных, тех же самых информационных, или на продающую тему. Ну, в принципе, отлично заходит обзор продуктов, да? Быстро сняли, показали, как вот устроен продукт. Например, поставили, а мы шли со всех сторон, не знаю, что там, например, новый крем какой-то, или новую тушь, показали вот во всей красе. Либо, например, видео, это может быть видео ваших зитков, которые вы приглашаете на какую-то встречу, да, на какое-то мероприятие. Видео может быть вот так вот поставили, взяли салфопалку, у вас, у меня есть такая, и сняли просто короткое обращение к вашей аудитории, почему вы являетесь сотрудником компании «Фаберлик». Просто коротко рассказали, почему вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь. Либо, например, как часть абсолютно развлекательного контента. Вот услышали какую-то новость, да? Ну, там, в конце концов, вчера собор в Париже горел, да? Можете коротко снять интересное видео о том, как, что вы думаете на эту тему, что происходит. Для чего вы это делаете? Смотрите, по-прежнему я вам говорю. Люди покупают людей. Нам крайне интересно посмотреть, кто вы такой. Правда. Хочу вам сказать, дорогие мои, важную вещь. Для того, чтобы снять себя на видео, на это самое одноминутное видео, не надо каким-то образом прихорашиваться, не надо каким-то образом краситься, не надо каким-то образом там думать, как выставлен свет и так далее. Самое для вас важное, что вы становитесь недалеко от источника света, так, чтобы, в общем, видео было светлым, потому что темные видео никто смотреть не будет. Безусловно, видео должно быть светлым. И уходить от источника шума, ну, то есть, например, в кафе или в ресторане снять видео без специального оборудования, без микрофона, вам будет действительно сложно. Все остальное, тихое помещение, светлое помещение, вам совершенно подходит. Снимите, расскажите любую какую-то интересную вещь, которая с вами произошла на этой неделе. Это нужно для того, чтобы люди посмотрели на вас и узнали, какой вы человек. Им это необычайно приятно. Для видео очень хорошо, еще раз вам говорю. Видеоприглашение на любые мероприятия. Как вы рассказываете о продукте. Пусть, например, вы ставите камеру на селфи-палку, на треногу, и снимаете с себя, как вы рассказываете о последней туши, например. Можете даже тебя немножко покрасить в камеру. Тоже отлично, отлично получается. Мой вам совет. Подпишитесь на блоги известных визажистов. Подпишитесь на блоги компаний, которые, например, в вашей нише похожие производят вещи, макияж и так далее. Посмотрите у них, как они делают видео и о чем это. Ну, вот, например, я на днях видела, как Адриана Лима показывает, как она делает, забыла, как называется, контурирование. То есть, что лицо становится более таким маленьким. Да, она просто поставила камеру. Быстро-быстро это сняла, она показала продукт. Точно так же можете делать вы. То есть, источники вдохновения ищите у других похожих, не обязательно даже косметическая компания, да, модели любят это делать, актрисы любят что-то показывать. В принципе, то же самое можете делать и вы. Не думайте о том, как это должно быть идеально, красиво и так далее. Ваша задача одна. Они должны с вами познакомиться и влюбиться в вашу личность. Следующий вид видеоконтента, который абсолютно необходимо сейчас всем размещать в ленте. Это называется IGTV, Instagram TV. Смотрите, есть такая вещь, как любовь самой социальной сети к контенту. Так вот, могу вам сказать, что меньше всего Instagram любит фотографии. Дальше идет видео. Instagram любит видеоконтент. И Instagram ваш видеоконтент показывает значительному большему числу ваших подписчиков. Так вот, сейчас самый популярный вид контента, который Instagram обожает, это Instagram TV. Instagram TV снимать нужно вертикально. Вот так вот. Точно так же, как и Stories. Stories вы, наверное, уже знаете, много раз снимали. Снимать нужно вертикально. Instagram TV – это видео до 10 минут. Что здесь важно? За 10 минут вы можете рассказать очень многое. Вы можете, например, снять с себя и свою коллегу. И рассказать о том, как устроен ваш рабочий день. За чашечкой кофе в ресторане тоже самое поставили треногу. И просто сидите и разговаривайте о том, как устроен ваш рабочий день. Почему вы так любите работать в компании «Фоберлик». Вы можете очень подробно снять о том, как использовать новинки компании. То есть не просто показать одну тушь, а показать, как вообще сделать макияж. Вы можете показать одежду, вы можете показать на себе, как вы это примеряете, как вы ходите. Основная задача Instagram TV – не быть идеальными. Что такое Instagram TV сейчас? Это практически подглядывание в вашу жизнь. Это практически вот такое реалити-шоу, да, но оно не прерывается, как сториз. Это вот единый кусок. То есть вы 10 минут смотрите за тем, как человек что-то рассказывает или показывает. Вы можете показывать, как вы готовите. Вы можете показывать, как вы читаете с детьми книги. Как, не знаю, там показать, как на кружке что-то дети ваши делают. Что здесь опять же происходит? Влюбляется в вас аудитория. То есть как только я стала делать Instagram TV, у меня огромные просмотры, и все, что я говорю, вот, во время своего Instagram TV, люди даже стали запоминать и расцискивать на фразы. Ну, потому что правда, там, вот этот короткий формат одноминутного видео – это одно. В сториз тоже там 14 секунд. А здесь у вас целых 10 минут. Что нужно? Нужно тренога. Как и для съемок одноминутного видео, так и для съемок IGTV. Лучше всего, если вы ставите телефон на треногу, просто включаете и начинаете, вот, честное слово, прямо ходить, что-то делать в кадре. Не надо его как-то идеально выставлять. То есть Instagram TV дает возможность так, вот, ваш мир, как будто бы мы через плечо или откуда-то смотрим. И чем это не идеальней, чем это жизненней, тем, поверьте, смотрится это лучше. Там же можно рассказывать истории, там же можно уговорить своего мужа сняться вместе, перебивая друг друга, рассказать, как вы познакомились, а помнишь, а ты не так это помнишь. Да это совсем не так было и так далее. Вы можете рассказать, например, как вы ищете, вот, поставить камеру, рассказать, как вы ищете на различных тревел-сайтах, как вы планируете маршрут путешествия своего, например, летнего и так далее. То есть любые идеи, которые, опять же, могут быть или информационным контентом, или развлекательным, да, или, опять же, продающим, да. Например, ИГТВ можно сделать целый 10-минутный ролик о том, как проходило какое-то мероприятие компании Фаберлик, чтобы, опять же, люди влюблялись, да, чтобы они видели какое-то замечательное мероприятие и хотели бы стать частью команды. После того, как вы сняли ИГТВ 10 минут, вы размещаете его в Инстаграме, и он, Инстаграм, предлагает вам разместить его в ленте, то есть разместить первый кадр, чтобы он отображался в вашей ленте. Пожалуйста, обязательно это делайте, потому что еще раз хочу вам сказать, Инстаграм обожает сейчас ИГТВ, он хочет развивать этот формат, это крайне важно для него, поэтому ваше ИГТВ будет показываться намного больше, чем любой написанный пост с фотографией. Следующий формат – сториз. Казалось бы, у нас уже есть одноминутное видео ИГТВ, зачем нам снимать сториз? Сториз включает в ежеминутное течение вашей жизни, да, то есть что делает сториз? Сториз – это такой актуальный формат, ну, как новости, да, у нас же есть кино, которое мы там смотрим, оно заранее поставлено, когда там какие-то умные темы обсуждаются, у нас есть новость – это случилось, то случилось и так далее. Сториз позволяют вам, имея телефон, вы просто куда-то пришли, любое мероприятие, да, там, встреча каких-то там людей, которых вы давно не видели, потом пошли в школу, там у ребенка что-то случилось, потом вы пошли в ресторан, это какое-то интересное блюдо, что здесь происходит? Мне становится интересно наблюдать за тем, какая у вас насыщенная жизнь, да, она у нас у всех насыщенная, на эту жизнь у вас есть какой-то определенный взгляд, вы же сториз снимаете, будете именно то, что для вас важно, и тогда мы понимаем, что для вас важно и какой вы, опять же, человек. Все, о чем я сегодня говорю, да, влияние вашего блога на других людей, это показывает им, какой вы человек, почему с вами нужно установить контакт. Устанавливая контакт с вами, они устанавливают контакт с компанией, с продукцией компании, да, и дальше хотят как-то вовлекаться. Поэтому, что такое сториз? Сториз – это 14 секунд. Более того, вы не обязательно должны снимать 14 секунд, вы можете снимать какую-то там минуту, когда вы размещаете сториз, инстаграм сам режет по 14 секунд. Что важно в сториз обязательно использовать? Вовлечение, да, то есть ставьте голосование там есть, да, просите их задать вопросы, потом есть такой бегунок там с сердечком, что там нравится, не нравится. Сделайте какое-то, ну, короткое объяснение, да, о чем это сториз. Используйте геолокацию, то есть где эта сториз была снята, там еще есть фильтры. Если уже вдруг вам так хочется идеально выглядеть, там вот вы когда будете размещать, если смахнуть вот в эту сторону, как это получается, если смахнуть справа налево, самый лучший фильтр, он, по-моему, называется Париж, вы будете абсолютно неотразимы, используйте. Соответственно, я рекомендую для такого динамичного развития аккаунта порядка 10 сториз в сутки. Сториз держится ровно сутки, но потом сториз сохраняются. Те сториз, которые вы хотите сохранить, вы уже проходили, да, у вас есть такие кружочки под описанием профиля, лучшие сториз вы там можете сохранить, люди их потом обязательно просмотрят. Итак, смотрите, основа сториз – это ваша ежедневная жизнь, да. Как вы встали, утренний ритуал, что поели на завтрак, куда пошли дальше, что вы предпочитаете на обед. Сториз нужно и можно, и нужно разбавлять анонсами новинок, да, какой-то ваш товар, сравнение продуктов, приглашение в команду, да, приходи ко мне в команду, попробуй новую тушь и так далее. Ну, просто чередовать, да, вот жизнь-жизнь, например, три сториз, и дальше какая-то вот рекламная, еще три сториз про жизнь, и дальше там обзор продуктов, новинок и так далее, тренды, челленджи. Сториз, кстати, отлично показывать, какие мне джинсы купить и голосование устраивать, да, или там какой мне лак выбрать, и все такое. Что такое сториз? Я говорю, это прямо вот сиюминутность, это здесь и сейчас, и это нам всем очень интересно, конечно, вот прямо здесь и сейчас поучаствовать в вашей жизни, потому что вы фактически в нее пускаете, да. То есть, ну, будьте осторожны, я один раз попросила оценить мой наряд, 89% написали, что плохой, и очень расстроилась. Ну, это просто как юмор. И последний вид видеоконтента – прямой эфир. Казалось бы, еще и прямой эфир, для чего он нужен? Прямой эфир нужен для того, что люди могут напрямую, сиюминутно с вами провзаимодействовать. Вообще, социальные сети, знаете, были придуманы не только для того, чтобы выкладывать красивые фоточки котиков, отпуск и так далее. Социальные сети были придуманы для того, чтобы люди общались. Так вот, прямой эфир – это такой вот самый-самый прямой способ завязать контакты и начать общаться. Я советую, прежде всего, объявлять прямые эфиры в ленте. Ну, то есть, просто делать пост, сегодня будет прямой эфир, тема такая-то. И попросить людей задавать вам вопросы на эту тему, пусть задают в комментариях. Потом сделать обязательно пост объявления в сторис о том, что будет прямой эфир, и там есть такая функция – задать вопрос. Пусть они вам тоже позадают вопросы. И тогда, когда вы выйдете в прямой эфир, во-первых, здесь в прямом эфире хорошая вещь, что вашим подписчикам придет уведомление о том, что вы в прямом эфире. И потом, во время прямого эфира, вы сможете там нажимать на кнопочку вот эти самые вопросы, да, они будут всплывать на мониторе, и вы прям сразу в живом общении, вот прям как бы в эфире, сможете на эти вопросы отвечать. Ну, плюс отвечать на вопросы людей, которые в течение прямого эфира вам тоже будут их задавать. Естественно, самый простой, самый популярный способ вести прямой эфир – это сесть вот так, в каком-то там фоне симпатичном, неважно, в каком, может, и не очень симпатичном. Важно искренне, с энергией отвечать на вопросы, разговаривать с теми, кто вам пишет. Вот они же не просто так вам их задают, да, эти вопросы, значит, вам интересно, значит, им интересно услышать ваше мнение по этому вопросу. Какие здесь могут быть темы? Безусловно, берите вот эти самые темы, которые всем интересны, да. Что такое сетевой маркетинг, как в нем добиться успеха, возражения вот эти самые, на которые вам все равно придется отвечать. Во время прямого эфира также можно показать новинки продукции. И опять же, в живом общении они вас начнут спрашивать об особенностях этой самой продукции. И эти вопросы бесценны, потому что то, насколько быстро вы сможете узнавать у людей действительно их мнение, да, вот прям вот вы что-то показываете, вот, а я считаю как-то так. И вы сможете даже потом при общении с клиентами использовать какую-то эту информацию, потому что вы будете знать, что люди обычно спрашивают про эту помаду, да, вы уже будете подготовлены. То есть для вас прямой эфир – это способ узнавать вашего покупателя очень и очень подробно. Дорогие мои топ-лидеры компании Фаберлик, я хочу вам сказать, что сейчас ведение социальных сетей, особенно в вашем бизнесе, это абсолютная необходимость. Социальная сеть – это место, где люди будут следить за вами, они будут проверять, как вы существуете в обычной жизни, какой вы человек. Правда, нам всем теперь нужно подтверждение того, что мы существуем, и это подтверждение, вот эта платформа находится в Инстаграме, и для вас это самый простой и самый лучший способ познакомиться с вашими будущими клиентами или привлечь людей в Фаберлик. Что я вам хочу сказать прежде всего? Не старайтесь быть идеальными, забудьте о перфекционизме. Это не про то, какие у вас хорошие прям супер-супер фотографии или какие замечательные прям такие выверенные видео вы снимаете. Это про то, насколько вы любите свою аудиторию, насколько вы хотите заинтересовать ее в продукции компании Фаберлик и в том успехе, которого вы в этой компании добились. И вы хотите действительно искренне показать им, как это делается, вдохновить их, обучить их чему-то, рассказать о новинках и так далее. То есть прежде всего для вас Инстаграм – это способ коммуникации с вашей аудиторией. У нас в руках есть такой инструмент, это не инструмент похвальбы, это инструмент ежедневного взаимодействия с аудиторией. Представляете, раньше вы давно начинали, у вас был каталог, как люди могли вам что-то сказать, что им нравится или не нравится. А теперь вот они, вот они вам взяли и написали, поэтому, пожалуйста, используйте социальные сети по максимуму. Напоминаю, что если у вас возникнут хоть какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к кураторам. Они помогут вам, они поддержат и дадут абсолютно рабочие способы, как вести Инстаграм, делать это постоянно и более того, получать удовольствие от того, что вы ведете социальные сети. Я же хочу дать вам домашнее задание. Прежде всего, жду контент-план на месяц, в котором вы укажете весь развлекательный контент, информационный контент, продающий контент. Подумайте, какие темы постов будут, напишите все темы постов. Обязательно в этом контент-плане будет 70% фотографий, 20% одноминутных видео и 10% десятиминутных роликов Инстаграм ТВ. Следующее задание как раз-таки снять эти самые ролики, то есть два ролика Инстаграм ТВ, каждый из них по 10 минут, где вы в одном из них, я думаю, что рассказываете о продукции компании Фаберлик. А в другом, например, как совет вам, встретитесь друг с другом, два главных ведущих представителей компании Фаберлик и поговорите друг с другом, позадавайте себе вопросы о том, как вы добились успеха, какие у вас были неудачи, какие у вас были волнения и так далее. Пусть это будет по-хорошему мотивирующий ролик. И следующее задание это снять 10 сториз на целый день и разместить их в своем блоге. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...